И участники областного смотра конкурса среди добровольных пожарных устремились по полосе препятствий, на которые необходимо пройти несколько этапов, включающих в себя не только навыки пожаротушения, но и умение пользоваться спецсредствами и оказывать первую помощь. Как говорят пожарные профессионалы, добровольцы – это первые помощники в деле тушения пожаров в отдаленных населенных пунктах. Профессиональные пожарные у нас находятся по местам дислокации в районных центрах в основном и в городе Ульяновске. Есть отдаленные населенные пункты, которые оказывают самое непосредственное участие и помощь в тушении пожаров, ликвидации и сгорания. Это как раз добровольные пожарные. То есть они первые выезжают в те отдаленные места и, соответственно, принимают меры к локализации тушения пожаров до прибытия подразделений. К слову, добровольные пожарные обеспечивают нормативным временем прибытия 171 населенный пункт региона с общим населением более 63 тысяч человек. Профессиональные пожарные помогают добровольцам техникой. А главное, что на базе действующих пожарных частей добровольцы имеют возможность отточить свои практические и теоретические навыки. Само понятие добровольчества подразумевает под собой, что это люди, которые в трудный момент всегда выйдут на помощь и помогут. Но они также принимают участие в охране социально значимых объектов, помогают федеральным структурам охраны пожарных. Кроме того, добровольные пожарные в деле тушения и предупреждения пожаров взаимодействуют с представителями лесничеств. Последние сегодня получили ключи от новеньких автомобилей УАЗ, благодаря которым лесники смогут активнее проводить мониторинг своих угодий. Техника нужная, так как мы работаем в лесу, патрулируем, проводим патрулирование в лесу в пожароопасный период. Также проводим государственный лесной и федеральный контроль за незаконными рубками, но в основном в пожароопасный период. Один из главных вопросов развития и популяризации добровольческого пожарного движения – это дополнительные выплаты и социальная поддержка пожарных. Прорабатывается вопрос об усилении мер стимулирования. В частности, мы планируем ввести дополнительную выплату в размере до 500 рублей в час за участие в тушении техногенных или природных пожаров, а также дополнительно ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью до трех суток добровольными пожарными. На первом этапе мы берем решение этой задачи в отношении людей, которые являются работниками государственных или муниципальных учреждений. Впоследствии эти льготы и преференции распространятся на всех добровольных пожарных региона. Победитель сегодняшнего смотра конкурса в июне поедет в Подольск для того, чтобы представлять Ульяновскую область в соревнованиях Центрального федерального округа.